Сегодня, по крайней мере на момент озвучки данного видеоролика, 28 февраля, день открытия 11 сервера Блэк Раши Индиго И знаете в чем дело? Давайте я начну немного издалека Вообще, вот когда мне только Лиза Калашникова начала писать по поводу всего вот этого, знаете, сотрудничества с Блэк Раши Я такой типа, ну не знаю, ну там то, сё, вот это вот так далее Потом скачал сам, зашел, посмотрел как все это работает Я такой типа, да почему бы и нет, договорились там с Аризоной, чтобы там немного уменьшить количество видеороликов, которые я выпускаю по ней Чтобы там было какое-то время для Блэк Раши И вот сейчас все получается именно так То есть сейчас в неделю у нас 4 ролика Аризона РП и 3 ролика Блэк Раши Но неважно, ведь сегодня я буквально несколько часов назад был на открытии 11 сервера Блэк Раши И я могу рассказать о своих впечатлениях, о том, что я словил, что не получилось словить С какими проблемами я вообще столкнулся на пути ко всему этому И вот всё, давайте начнём с самого начала Ночь, ну вернее вечер, там переход в ночь Переход там с 27 на 28 февраля Я сижу и думаю, хм, надо бы наверное зайти на Блэк Рашу Посмотреть там, оценить какой-то геймплей Сделать все прочие вещи И я сталкиваюсь с той проблемой, что я захожу вот на свой сервер там Блэк Раши На котором я временно был По-моему это был то ли пинг, то ли ещё вот нечто подобное Я захожу и понимаю, что вот идёт вот этот вот весь загрузочный экран И Блэк Раши просто вылетает Думаю, ладно, там может быть завтра с утра всё это запишу Завтра с утра всё это сделаю Вообще посмотрим, что там будет По итогу я там вроде как зашёл, там что-то записал Что-то там ещё было, но я думаю, что увидели тот видеоролик Наутро захожу и Блэк Раши обновляется Я такой типа думаю, о, наверное это так знаете Отсылочка, это такая знаете, типа штука, пасхалка Что скоро открывается новый сервер И в самом деле, в списке серверов, в самом лаунчере он появился Я пытаюсь зайти хоть на какой-то сервер Блэк Раши Хоть что-то сделать Нажимаю Плей и что получается Там сначала вот это вот всё загрузочное окно Потом всё вылетает Думаю, ну типа, а почему, а зачем, а для чего всё это происходит Вообще, почему я просто не могу зайти и спокойно нормально поиграть Потом я перезахожу в лаунчер И там, когда я нажимаю на кнопку Плей Вот эту вот, которая посередине там находится Мне говорит, мол, дождитесь загрузки серверов Там чего-то вот этого всего прочего, я думаю, что, что вообще происходит Но я, знаете ли, наученный горьким опытом с Аризон РП и с их вот этим вот там лаунчером на ПК Я знаю, что есть кнопка починить игру, когда ты её нажимаешь И вроде как там всё должно сброситься Вроде как всё должно стать нормально Я её нажал, всё сбросилось, всё Я смог зайти на весь вот этот вот проект Блэк Раши для выбора серверов Захожу и сразу вижу, что там всё обновили То есть всё, о чём я рассказывал до этого Если вы не видели предыдущие видеоролики по Блэк Раши, то, наверное, вы просто не смотрели мой канал Потому что ролики выходят подряд и пропустить их Ну, нужно, наверное, там, я не знаю, быть подписанным на мой канал без колокольчика Я в целом захожу и вижу вот это вот новое обновлённое меню с выбором сервера, на котором ты будешь играть Я просто, я на всё это смотрю и думаю Блин, они так быстро всё это сделали Прям под новый сервер, прям всё это сделали В общем, неважно Я там пытаюсь зайти на весь этот новый сервер Индиго, видишь, там есть несколько человек Думаю, может меня, как знаете, такого привилегированного человека Ютубера вписали туда везде В белые листы Я могу зайти, могу всё вот это вот сделать Фиг там плавал, как говорится Потому что для того, чтобы зайти на все эти тестовые сервера Нужен, видимо, какой-то отдельный клиент Блэк Раши Которого у меня, разумеется, нету По вполне понятным причинам Но это неважно 12 часов дня Время, когда должен открыться 11 сервер Индиго 12 часов наступают Я сразу же нажимаю войти Пытаюсь зайти и понимаю, что серверок до сих пор закрыт Но ничего, перезахожу и в этот раз я зашёл И знаете ли в чём дело? Новый сервер Блэк Раши, он ничем не отличается от тех 10 серверов, которые были до этого Просто всё отличие в том, что для того, чтобы выполнить начальный квест И вообще хоть как-то там, знаете, начать всю вот эту вот игру на проекте Ты должен пробираться через столпы людей Которые там стоят, ждут своих скутеров Там арендовывают скутеры Там у тебя могут скутеры отжать, могут сделать все прочие вещи По итогу, что случилось-то? Я арендовал скутер, пошёл на завод Там поработал, там чуваки, так знаете, немного друг другу похамили Тут я бы хотел отметить гениальную Блэк Раши Я всё думал, для чего они сделали вот эти вот все несколько комнат Типа ты, когда заходишь в какое-то здание, ты не можешь просто в него войти По крайней мере, в те, в которых должно быть много людей Тебе на выбор представляется несколько вообще зданий всего этого Якобы зданий, на самом деле, это просто другие виртуальные миры и всё прочее Где показывают, сколько людей вообще там находится И это настолько гениально Господи, просто дайте этому человеку Я не знаю, какую там премию можно дать за гениальность Ну, 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 вот это вы знаете, там, на Нобелевскую премию ему Дайте, пожалуйста, за вот это вот всё изобретение Потому что гениально Я захожу на завод, там всё вот это работает Чуваки ругаются, мол, лагает, всё прочее И тут, опять-таки, хотелось бы отметить Блэк Рашу В каком бы, в какой бы локации я не был Где бы я ни находился, у меня ничего никогда не лагало И это настолько круто Это настолько говорит о том, что чуваки так запарились над серваком Что так запарились над всей оптимизацией Что просто вот ничего не лагает И приятно играть, в самом деле Ты можешь быть уверен в том, что ты зайдёшь И ничего лагать у тебя не будет Это шедеврально, это гениально И вообще, чуваки, молодцы Может показаться, что я облизываю Блэк Рашу Ну, потому что, типа, что можно плохого сказать Если чуваки настолько гениальны, что они исправляют Даже вот такие вот мелкие, казалось бы, вещи Которые, типа, просто продумываешь И они становятся намного легче Даже вот дело в том, что Ладно, мы до этого, я думаю, ещё дойдём Я, там, знаете, поработал на заводе И по итогу пошёл, там, по основной линии квестов Там вот это вот права купить Потом после того, как ты права сдал Там всё вот это вот сделал Тебя, опять-таки, вот, для того, чтобы сдать на права Отправляют в виртуальный мир Чтобы ты не толпился И чтобы не создавались аварийные ситуации Насколько же это гениально, господи Наверное, это сделали недавно Потому что, когда я сдавал на права вот недавно Там были всё-таки люди на всей этой проезжей части Поэтому думаю, что это сделали Как раз-таки вот под новый сервер Чтобы чуваки такие, типа Блин, вот это круто, вот это, конечно, классно, да Но ладно, неважно Дело в том, что квесты, которые там даются Их можно выполнять не вот в порядковом Типа, в формате Не по порядку, там, с первого по десятый А ты можешь, допустим, выполнить первый квест Потом ты можешь выполнить четвёртый квест Потом можешь выполнить пятый квест Потом вернуться ко второму И это тоже гениально, потому что не все сразу могут купить там себе скин или купить там себе вот эти вот все прочие вещи, что сделал я. Я сдал на права, получил деньги, потом я купил себе телефон, опять-таки получил деньги, заметил, что в магазине 24 на 7 очень много людей стоит, просто вот стоит. То есть МФК без эскейпа и там без всех вот этих вот прочих вещей. Я подумал, типа, зачем они стоят? И потом я увидел, что можно изменить свой номер, и номер ты при этом вводишь сам. И я стоял там, ловил номера, вы можете там потом где-то в инвентаре у меня будут все эти номера, которые я словил. Посмотреть там, типа, нормальные номера я словил, ненормальные. Проблема в том, что там было написано, мол, ставьте симку в телефон, но в инвентаре телефона нет. И куда ее вставлять, как применить новый номер, чтобы тебе на него могли позвонить. Или вот все те номера, которые ты покупаешь, тебе на все могут звонить. Или как все это работает, я ничего не понимаю. Где телефон в инвентаре? Я сколько бы я его не искал, люди, которые знают, подскажите, пожалуйста, где телефон в инвентаре на BlackRash? Потому что я искал, я думал, где оно все находится, где что, а его нету. Просто вот его не бывало, нету, все. И вот примерно так прошло мое открытие вот сервера 11-го BlackRash Indigo. Хочу сказать, что работает мой промокод хэштег ZDS, что вы можете зайти на 11-й сервер BlackRash и начать свою новую жизнь. С людьми, которые вас окружают, с людьми, которые вам нравятся. И, возможно, найти какие-то даже новые знакомства, потому что это новый сервак. Еще есть возможность что-то скупить, даже какие-то, может быть, симки. И, может быть, вы додумаетесь до каких-то номеров, потому что я старый дед, и мне в голову ничего, кроме 228-322, не лезет. То есть, вот примерно так. Я поэтому там стоял, там, полгода, год, там, вот, 500 лет, и ничего не мог придумать. Но я думаю, что вы-то у меня знаете такие люди, знаете ли, замечательные, крутые, и вы все придумаете. Всем спасибо за просмотр, новый видеоролик выйдет завтра в 20.00, я на это надеюсь. Поэтому, если вас все это интересует, то, разумеется, IP, ой, вернее, ссылочка на BlackRash, мой никнейм Данила КПРФ, мой промокод хэштег ZDS, он находится в описании данного видеоролика. Там же в описании находится ссылочка на мой телеграм-канал, можете зайти, подписаться. Там мы будем держать связь на случай, если что-то случится с моими другими ресурсами, по типу, там, Инстаграма, странички ВКонтакте и всего прочего. Всем спасибо за просмотр, всем пока и, разумеется, до свидания и пока.